Добрый вечер. В эфире телеканала Репортеров 73. Программа «Разберемся». Конец года. Время подводить итоги и строить планы на будущее. В нашей студии поговорим о текущей ситуации в отрасли промышленности, реализации нацпроекта «Производительность труда», новых регионных партнерах и о том, как перестраивали свою работу ульяновские предприятия. У нас в гостях Николай Васильевич Зонтов, министр экономического развития и промышленности Ульяновской области. Андрей Николаевич Козин, заместитель генерального директора Центра компетенций развития промышленности. Александр Вячеславович Войт, генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения. И Андрей Александрович Щербина, генеральный директор КТЦ «Металлоконструкция». Николай Васильевич, давайте с вас начнем. По общей ситуации, которая складывается в промышленности региона к концу 2023 года, замечено ли восстановление того, что было утрачено в момент введения санкций? Может быть, даже мы уже и превысили те показатели? Да, я напомню, что в начале 2023 года мы стартовали с очень низких позиций. Это было 87% индекс промышленного производства в Ульяновской области. Связано это было, прежде всего, конечно, с ограничительными мерами в отношении Российской Федерации, введенными недружественными странами, а также разрешением иностранных компаний покинуть российский рынок. Вместе с тем, мы наблюдали восстановительный рост до середины текущего года, и сейчас, по итогам 10 месяцев, мы фиксируем индекс промышленного производства уже больше 110%, а это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе и в целом по Российской Федерации. Если в Российской Федерации сейчас наблюдается тенденция, наоборот, замедление и индекса промышленного производства, и в целом объемов производства продукции, индекс в Российской Федерации находится в диапазоне 4,5-5%, то мы сейчас выглядим на этом плане отлично. Хотелось бы несколько слов сказать о том, что мы полностью заместили ушедшие компании иностранные, сейчас объем производства наращивается. Те компании, которые прекратили свою деятельность, приостановили свою деятельность по политическим причинам в течение 2023 года, большинство из них уже сменили собственников на российских, и мы видим, как начинается возрождение тех предприятий, которые были остановлены. А если можно, объясните, почему вот общероссийский уровень ниже нашего? Чем мы такие крутые? Ульяновская область, структура экономики Ульяновской области таким образом сложилась исторически, что это промышленный регион, и у нас очень много промышленных предприятий, и поэтому сейчас те предприятия, которые в течение 2023 года восстановили свои производственные цепочки, восстановили логистические цепочки, наладили поставку оборудования и сырья, необходимого для производства, очень быстро адаптировались к измененным условиям и нарастили темпы производства. Конечно, большую роль в этом вопросе сыграли и наши крупные предприятия, которые выполняют в том числе и государственный оборонзаказ. Спасибо вам за ответ. Давайте по регионам-партнерам пойдем. Андрей Николаевич, в этом году очень много встреч происходило между промышленниками нашего региона и регионными соседями. Вспомнить могу Калмыкию, Татарстан, в Мариэл мы ездили, они к нам ездили. К чему все это приводит в практической плоскости? Какие цепочки выстраиваются? Ну, мы эту активную работу командой Ульяновской области, командой развития начали еще в прошлом году, наверное, с апреля-мая прошлого года. За это время мы, скажем так, активно отработали 15 регионов и две страны, две дружеские страны, это Республика Беларусь и Республика Узбекистан. Выстроили с ними взаимоотношения. Ну, как сказал Николай Васильевич, да, мы машиностроительный регион, соответственно, мы и ищем таких партнеров и анализируем эти регионы с точки зрения полезности друг друга. То есть, чем могут наши ульяновские предприятия быть полезны там предприятиям Республики Удмуртия, чем могут наши предприятия быть полезны Республике Беларусь, чем наши предприятия могут быть полезны там Нижегородской области предприятиям. Исходя из этого, выбираем там большие крупные предприятия, ну, группа ГАЗ, к примеру, там КАМАЗ, Республика Татарстан, там в Удмуртии, там оборонно-промышленный комплекс, да, предприятия. И предлагаем ульяновским компаниям в составе бизнес-делегации, в составе бизнес-миссии принять участие в закупочных сессиях на этих предприятиях, исходя из выявленных потребностей и оцененных потребностей тех предприятий, на котором нужно что-то импортозаместить или найти какого-то альтернативного поставщика, или в связи с увеличением объема продаж просто увеличить пол своих поставщиков. И с этой точки зрения мы достаточно активно продвигаем ульяновский бизнес, ульяновские компании на внешней арене, с точки зрения маркетинга. А поясните вот для телезрителей, потому что очень многие на самом деле до сих пор задаются вопросом, как так получается, что мы вроде все в одной стране живем, все эти предприятия, ну и что, что другой регион, но нам приходится действительно узнавать друг о друге и выяснять, что потребно, что мы можем предложить. Как так произошло? Все помните, в современном Советском Союзе все все знали. На таком заводе эти болты, на таком заводе эти гайки, здесь сводим вместе, а сейчас не так, да? Ну, наверное, картина мира поменялась, да. То, что было в Советском Союзе, это была одна парадигма, потом были 90-е годы, потом 2000-е годы, когда мы очень, скажем так, дружно смотрели и на восток, и на запад, в частности, да, и пытались это все как бы привести оттуда. Вот. Были потеряны какие-то устойчивые связи, были разорваны цепочки, и вот то, что произошло там год назад, да, оно позволило нам быстрее двигаться, быстрее находить новые возможности, развивать вот эти новые возможности. Ну, есть такой яркий пример, да, кто-то живет на квартирных домах, да, и у кого-то заболела собака, и он начинает, условно говоря, искать ветеринара. А у него сосед ветеринар. Ну, в силу того, что он занят, он занят какими-то своими вещами, он просто, ну, не может сказать, что у него сосед ветеринар. Хотя, казалось бы, помощь вот она рядом, что вот решить этот вопрос. У нас доходит до того, что ульяновские предприятия, например, на какой-то закупочной сессии в Центре развития промышленности, я стою, например, с какой-то компанией, да, там, показываю ему что-то, подходит другое ульяновское предприятие и говорит, о, мне тоже это надо. А где это производит? Я говорю, вот это твой сосед. Вот, знакомьтесь. То есть наша общая задача в промышленности снова перезнакомиться друг с другом. Ну, даже не перезнакомиться, а, скажем так, расширить свой горизонт, да, расширить свой горизонт не с точки, не только с точки зрения рынков сбыта, да, а с точки зрения и круга поставщиков. То есть нужно посмотреть, кто рядом. Понял вас. Александр Вячеславович, вам нужны были такие вот расширения горизонта? Конечно. Ну, нам больше не с точки зрения расширения рынка сбыта, а с точки зрения получения услуг у сторонних организаций. Ну, все мы до начала СВО жили, ну, были определенные у нас объемы. Сначала СВО страна перед нами поставила задачу по наращиванию кратно объема выпуска продукции. Это и по гособоронзаказу, и гражданской продукции. Соответственно, нам нужно было расширять кооперационные связи. Раньше мы, ну, скажем так, много делали сами. Сейчас мы вынуждены, испытывая дефицит и в кадрах, и в оборудовании в настоящий момент, пока обратить внимание на соседние регионы. И нам данные бизнес-миссии помогают расширить действительно свой горизонт, найти партнеров, которые нам поставляют. И много чего по кооперации помогают выполнить все поставленные перед нашим предприятием задачи точно в срок и без потери качества. И обеспечиваем страну сейчас всем необходимым. Ну, а общий объем вот этих, того, что пришлось заместить, какой? От того, что вам потребовало? Мы, скажем так, не заместить, а нарастить. Ну, наращиваем мы объем производства в два, в три раза сейчас. Относительно того, что было в 2021 году. Понял. Спасибо большое. Давайте тогда с Андреем Александровичем продолжим. Мы с вами уже неоднократно, вот в начале всего этого процесса, с СВО говорили о том, что рынки все поменяются. Вы говорили, что вы ищете новых партнеров, и в других странах в том числе. Давайте вот эту историю проговорим. Куда сегодня ульяновские предприятия могут реализовывать свою продукцию? Насколько мы востребованы? Ну, в пределах России-то понятно, мы все видим ваши изделия. А вот за границей? Ну, я вам скажу, очень сильно развивается сейчас рынок СНГ. Вот, допустим, Казахстан объем наращивает с каждым годом. Вот по тому же дорожному строительству. Узбекистан очень сильно поднимается. Сейчас Киргизия, Грузия, Азербайджан. После конфликта в Карабахе, да, сейчас очень много работы появилось и в Армении, и в Азербайджане. И в той же Грузии. То есть, поэтому, во-первых, чем удобно? Это язык один, то есть сложности нет. И это логистика достаточно близкая, удобная. И даже вот сколько я в эти страны не ездил, да, а они сами тоже расстраиваются. Тоже Азербайджан, да, говорит, мы не понимаем. Вроде как все по-русски говорим, да, все друг друга знаем, а мы работаем с Турцией вот в основном всегда. То есть тоже было непонимание. Но сейчас вроде как немножко идет перестройка, да, и вроде как и на Россию тоже переключаются. То есть очень много продукции начинаем обмениваться, как вот раньше вот был Советский Союз. То есть связи это все восстанавливаются. Все помнят там, какие были качественные станки вот в Советском Союзе и так далее. Там в Грузии, допустим, говорили, да, очень хорошее оборудование было и так далее. Поэтому даже и далеко-то бегать не надо. Даже просто если взять рынок СНГ, он достаточно большой. То есть есть куда развиваться. И причем это очень просто и понятно. А если куда-то все-таки далеко попробовать забежать, какие варианты? Далеко, к сожалению, эта логистика где-то пока еще не налажена. Можно, конечно, и в Африку поставлять, да, можно поставлять в Латинскую Америку. Но, к сожалению, вот сейчас логистика дает, скажем, большой прирост по цене. И невозможно конкурировать. Если, допустим, там, я не знаю, контейнер со Вьетнама стоил там 1800 долларов, да, там до Питера всего, да, то у нас там будет стоить в разы дороже. Понятно. А как вы тогда в СНГ вдруг конкурируете? Там не было компаний, которые производят подобные конструкции, элементы? Ну, приведу пример. А металлургии где есть? У нас в Казахстане, в России, в Грузии нету, в Азербайджане нету, в Армении нету, в Киргизии нету. Соответственно, у нас даются большие преимущества. Плюс есть оградительные пошлины. Вот, допустим, если мы поставляем на рынок Кавказа, да, у нас нулевая пошлина, а у той же Турции там 15% по нашей продукции. Соответственно, у нас есть особые преимущества. Но там особо никто не работал из российских предприятий. Сейчас вот, наконец-то, все это дело более активно пошло. Не задушишь, в общем-то, нас не убьешь. Нет, нет, ни в коем случае. Хорошо, давайте к Николаю Васильевичу вернемся и поговорим про, и с Андреем Николаевичем потом тоже, про наш проект «Производительность труда». Он уже несколько лет в нашем регионе активно внедряется. И каковы результаты, на ваш взгляд, оценка министерства? Вы знаете, если на старте этого проекта многие его недооценивали, считали, что это достаточно узкий сегмент предприятий может войти, то сегодня, когда уровень безработицы в Ульяновской области, но и в целом Российской Федерации находится на историческом минимуме, у нас сейчас на 2500 стоящих на учете безработных приходится почти 30 тысяч вакансий. Мы понимаем, что идет борьба за кадры, идет борьба за квалифицированные кадры, и необходимо работать на повышение производительности труда. Мы видим, как растут объемы производства, мы видим, как растет нагрузка на предприятия, что объемы выпускаемой продукции растут. Растут, конечно, и налоговые отчисления в консолидированные бюджеты, что нас не может не радовать, но вместе с тем наблюдается нехватка кадров. Так вот, этот национальный проект повышения производительности труда как раз призван повысить производительность труда, который позволяет выстроить правильные технологические производственные цепочки, уменьшить потери, уменьшить складские запасы, правильную логистику выстроить на предприятиях. Вместе с тем, мы сейчас понимаем, что уже порядка 50 предприятий в течение двух лет прошло по национальному проекту. Отмечаются самые положительные отзывы от всех предприятий. Одно из первых лидеров, который был у нас в национальном проекте, это была компания УАЗ «Штамповочное производство». Фактически, наверное, стала лидером в этом направлении на первых потоках. И другие промышленные предприятия, глядя на то, как сработали региональный центр компетенции, федеральный центр компетенции, как работают специалисты, тоже вовлекаются в этот национальный проект. Сейчас к национальному проекту присоединились такие флагманские предприятия для Ульяновской области. Это Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, это и наше акционерное общество «Тепличное» и ряд других крупных компаний сейчас четко понимают, что будущее за повышением производительности труда. Спасибо за ответ, Андрей Николаевич. Давайте с вами продолжим. В цифрах, может быть, поговорим. Сколько у нас предприятий точно прошло, сколько еще в процессе, какие результаты показывают? Ну, немножко элемент рекламы. Мы приглашаем ульяновские предприятия в этот национальный проект для того, чтобы, скажем так, понять, соответствует ли вы формальным требованиям. Достаточно зайти на сайт производительность.рф, прямо по-русски набираете в браузере, в браузере. И есть там кнопочка «Пройти», соответствует ли вы критерию. Буквально заполнять свой ННН, и нам приходит заявка, наши специалисты вам звонят, договариваются о встрече, приезжают, и уже на месте, как проводят презентацию, и дальше вы уже понимаете для себя, нужно вам это или не нужно. Вот. На сайте зарегистрировалось там 54 предприятия, да, с 40 из ними уже заключено соглашение. Вот. 17 предприятий по линии регионального центра компетенции, 15 предприятий – это по линии ФЦК, федерального центра компетенции, и 8 предприятий – это на самостоятельной поддержке. То есть вот более 50 предприятий уже как бы проходят или прошли эти обучения. У всех получилось то? Да, да, безусловно. На прошлой неделе вот буквально был отчет Министерства экономического развития о том, что все ульяновские предприятия, которые прошли обучение в 2022 году, они все подтвердили свой KPI. То есть это рост производительности труда не менее чем на 5%. То есть все ульяновские предприятия подтвердили. Понял, спасибо. На следующий год, да, у нас собирается заявка. С января месяца мы запускаемся на новых 8 проектов. У нас еще есть, скажем так, парочка свободных вакансий. Поэтому мы можем еще 2-3 компании взять. Успевайте. 2-3 компании успевайте. Да, спасибо. Александр Вячеславович, с вами продолжим. Вы проходили этот опыт уже и признали его положительным. Масштабировать будете? Да, и насколько масштабировать вы его планируете? Один цех, два цеха, все предприятие целиком? Вообще, я хочу сказать, что когда мы только выступали в этот проект, я вообще относился к нему скептически. Сразу отмечу я конкретно. Нас пригласили в Самару на предприятие, где проходит обучение. Значит, по производительности труда я и технический директор у меня поехали. Мы посмотрели, участвовали один день в игровой форме, нам показывали, как все это работает. И за этот день я изменил свое отношение к этому проекту. То есть мы с начала дня, когда нам выстроили определенный производственный процесс, ничего у нас не получалось. И в конце дня, через 6 часов, абсолютно незнакомые 10-12 человек выполнили задание, не меняя технологии изготовления изделий, а только за счет сокращения внепроизводственных затрат, внепроизводственных, ну, сокращения времени, потерь внепроизводственных. Вернулся, подали, ну, мы уже выиграли заявку. В марте месяце мы начали этот проект. 6 месяцев активно у нас представители ФЦК были на предприятии. Мы делали пилотный проект на базе цеха поверхностного монтажа. У нас эффект получился сокращения, повышения, вернее, производительности труда на 20%. За счет изменения логистики, за счет изменения расстановки оборудования, мы не трогали технологии. Это проект не про технологию изготовления конкретного изделия. Это именно сокращение внепроизводственных потерь. Эффект признали положительным. Сейчас мы два с половиной года еще будем самостоятельно реализовывать этот проект. В рамках данных мероприятий у нас на предприятии теперь есть аттестованные тренеры. Собственно, из числа собственных сотрудников два человека. Мы прошли обучение, нам дали сертификаты. И мы теперь это будем масштабировать на все предприятие. Мной поставлена задача, уже подписаны все документы, что в 2024 году еще как минимум два цеха у нас попадают в этот проект. И складское хозяйство. Два цеха и складское хозяйство будет участвовать в данном мероприятии уже самостоятельно с нашими тренерами, с обученными. Весь завод охватить, конечно, можно, но это очень тяжело. И эффект будет сомнительным. Андрей Александрович, к вам вернемся. И давайте поговорим еще про средства производства, про станки. Потому что они тоже у нас по большей части, что греха таить, были иностранного все производства. А многие производители не хотят их обслуживать. И вообще ушли с российского рынка. Как из этой ситуации нам выходить? Ну, то есть можно, конечно, открыть те же самые заводы, закрытые в свое время, которые станки производили с нуля. Но это очень долго, наверное, и дорого. Да, я с вами согласен. К сожалению, к счастью, у нас итальянское оборудование, австрийское, немецкое оборудование. И практически резко нам отказали, как бы, да, и в запчастях во всем. Вот. Но каким образом мы выкрутились? Во-первых, конечно, спасибо братьям-китайцам. Они очень сильно помогли. Поэтому следующее оборудование, которое мы покупали, это мы брали, конечно, в Китае. Оно и дешевле, в принципе, раз в 10, да. Ну, да, понимаем, где-то оно менее качественное, где-то что-то ломается. Ну, мы были готовы на это, поэтому какие-то там двигатели огорели, мы их меняли и так далее. Ну, и плюс, конечно, большое дело послужило, когда вот с механическим заводом, да, мы... у нас есть цех свой механический. Допустим, берем какой-то импортный двигатель, там, итальянский, да, который вышел из строя. Подбираем российский, делаем переходник, условно говоря. Мы научились выкручиваться. То есть за этот год, в принципе, мы все перестроили и проблем особых не видим. Плюс есть достаточно светлые головы у нас в России, да, то есть привлекали, полностью мозги сносили, ставили новые на управление оборудованием. То есть, скажем так, победили эту проблему, то есть вопросов нет. В основном, конечно, это механические вещи, но механические обработки, все это мы делаем, и так в России делали, проблем с этим нет. То есть если в общем целом сказать, то эту ситуацию преодолели. Хорошо, спасибо вам за ответ. Давайте к Николаю Васильевичу вернемся. И вот тоже немножко эту тему продолжим, потому что вот белорусские партнеры, с которыми мы неоднократно встречались, говорили, что мы видим импортное замещение так. Нам не нужно заместить западные оборудования или какие-то мощности на восточные. Не поменять партнеров, а сделать что-то свое. Вот для России, для Ульяновской области такой подход применим, мы движемся в этом направлении? Очень справедливый вопрос. Но, наверное, на первых этапах, когда были введены санкции в отношении Российской Федерации, можно было говорить об импортозамещении. Это ситуативный момент был. То есть короткий во времени мы должны были где-то найти в другом месте, что-то приобрести и быстро наши производственные вопросы закрыть. Сейчас мы говорим о технологическом суверенитете. Это более широкое понятие, которое подразумевает собой полностью до 2030 года заместить в определенных отраслях, например, станкостроение и других направлениях, полностью перейти на российские разработки. Сейчас такие направления активно поддерживаются региональными институтами развития, прежде всего, фондом развития промышленности. Активно здесь помогает нам Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Есть отдельный продукт, направленный на достижение технологического суверенитета. Предприятия, которые занимаются непосредственно разработкой нового оборудования в Российской Федерации, могут получить займы от Федерального фонда развития промышленности всего под 1%. С учетом действия сейчас ключевой ставки и ставок на свободном рынке кредитном, это, можно сказать, деньги в рассрочку, которые вкладываются государством в развитие перспективных направлений. Спасибо за ответ. Давайте сейчас в обратную сторону. Опять пойдем к Андрею Александровичу. Время такое нынче, что нельзя уже сказать рабочим, увольняйся за забором, очередь стоит. Сейчас наоборот, насколько мне известно, предприятия гоняются за рабочими, особенно с хорошими компетенциями. Вот как у вас с кадровым резервом дела обстоят? И что с зарплатами? Ну, зарплата, соответственно, не повышается, потому что рынок труда, конечно, подогревается из-за дефицита кадров. И что скрывать, конечно, сейчас перетягивают предприятия соседи друг у друга кадры, поэтому фонд оплаты растет. Там вот, допустим, я не знаю, приведу пример рабочего. Было 70 тысяч, сделали 90. Переманили за 110, как бы, да. Вот. Ну, хорошо, переманили на соседние предприятия, там, получается, станки купили, фрезы еще не пришли, и люди просто полы метут, как бы, но в ожидании работы, да. Вот. Поэтому... Есть шанс переманить обратно? Наверное, да. Я так подумал. Будем обратно переманить, поднимать ставку. Вот. Ну, да. На самом деле, соглашусь. Раньше, допустим, все знали, вот сезон приходит, да, там, человек 100 в резерве есть, быстренько раз, свистнули, люди прибежали. Сейчас, конечно, этого нету. Вот. Поэтому стараемся дорожить тем, кого имеем, конечно, вот кадры. Ну, и плюс, конечно, модернизация производства. То есть где-то сокращение издержек, то есть какое-то оборудование, которое замещает там 10 человек на 2 человека. То есть мы как бы выбрали для себя технологический путь замещения. Вот. Понятно. Давайте с Александром Вячеславовичем эту тему продолжим, но немножко с другого ключа. Я знаю, что вы задумались уже давно о том, что кадры нужны, будут подготовлены, и начали их сами готовить. Да. Мы поняли, что уже везде мы бьем в колокола, что нам нужно порядка тысячи человек до 28-го, 30-го года, с учетом всех задач, поставленных перед нами, поняли, что в моменте это не решить. Ну, первое, что это производительность труда. Мы уже вступили и реализуем этот проект. Второе, мы пошли таким необычным путем. Мы решили готовить кадры себе сами. Ну, первое, что у нас внутри предприятия действует много программ для рабочих по подготовке, по переподготовке, по повышению квалификации. Мы работаем со всеми ведущими УЗами Ульяновской области. Они нам приходят, читают теорию. Следующее, что мы реализуем, очень много профориентационных мероприятий для детей. Мы организуем практически каждую неделю к нам приезжают дети из школ, дети из среднеспециальных учебных заведений, из среднеспециальных учебных заведений. Показываем предприятия, рассказываем все наши плюсы по работе у нас. Это дает эффект. Мы заключаем договора на целевое обучение. В этом году мы заключили порядка 70 договоров на целевое обучение. То есть через 2-2,5 года эти студенты придут к нам уже на работу. Но нам и этого оказалось мало. Мы решили открыть свою школу радиоэлектроники детскую. И 1 сентября этого года на базе областного дворца творчества учащихся мы открыли детскую школу радиоэлектроники УКБП «Старт». Там у нас занимается сейчас 80 детей. Мы уже с 7-летнего возраста прививаем им любовь к радиотехнике. И планируем, что они после окончания нашей школы не потеряют интерес к техническим специальностям, пойдут учиться по специальности и придут к нам на работу. Понятно, что это долгоиграющий проект. Для нас это социальный проект, потому что школа является бесплатная для детей. Ну, я пошел на такой шаг, что через 5-7-8 лет мы получим подготовленные кадры уже сразу, которые придут к нам на предприятие. Также мы подали заявку в программу «Профессионалитет» и совместно с Ульяновским государственным техническим университетом выиграли этот грант на создание кластера радиоэлектроники в Ульяновской области. И 1 сентября 24-го года на базе Ульяновского государственного технического университета будет открыт профессионалитет по данному направлению. Там выделено порядка 160 миллионов, там совместно финансированный федеральный бюджет, местный бюджет и УКБП. То есть еще один наш проект для поддержания интереса к техническим специальностям и повышения качества подготовки будущих работников. И, наверное, один из новых проектов для нашей области мы организовали в сентябре месяце стажировку для преподавателей среднеспециальных учебных заведений и Ульяновского государственного технического университета. Они пришли к нам на стажировку, месяц проходили стажировку по различным специальностям. Мы им показывали, как организовано современное производство, к чему детей нужно готовить, чтобы они уже приходили к нам подготовленные и не было у них периода адаптации, сразу начинали работать и приносить пользу предприятию. Спасибо вам за ответ. К сожалению, времени у нас остается не так много. Не успеваю Андрею Николаевичу вопрос задать. Простите, великодушно. Николаю Васильевичу обязательно задам. Все знают, жители Ульяновской области, неоднократно об этом каждый год говорится. Про поддержку, например, аграрии. Всегда выделяются деньги, потому что, ну, с этих полей мы все питаемся потом. Поддержка промышленности наверняка тоже существует. Что запланировано на 2024 год? В 2024 году мы планируем поддерживать льготным кредитованием через Фонд развития промышленности. Это один из самых эффективных на сегодняшний день инструментов. 600 миллионов рублей на эти цели есть в капитализации нашего регионального фонда. Кроме этого, будем реализовывать совместные сделки с Федеральным фондом развития промышленности. Я напомню, в текущем году у нас объем кредитования из Федерального фонда наших ульяновских предприятий превысил уже 12 миллиардов рублей. Кроме этого, сохранятся такие меры поддержки для промышленных предприятий, как компенсация затрат на релокацию сотрудников, это довоз сотрудников до места работы из разных муниципальных образований, например, в город Ульяновск. Продолжится компенсация затрат, связанных с арендой жилья для работников предприятий. 50% затрат возьмет на себя областной бюджет. И еще одно новое направление, которое мы будем реализовывать уже в 2024 году на форуме России губернатору Ульяновской области было подписано соглашение с ПСБ банком и с застройщиком. Проект предразумевает строительство жилья для работников оборонно-промышленного комплекса, которые смогут его приобрести в ипотеку с средней скидкой от рыночной стоимости до 30% от стоимости рыночного квадратного метра. Этот проект мы начинаем сейчас с Авиастаром, но и я уверен, что в 2024 году к нам присоединятся и другие промышленные предприятия. Сейчас активно мы занимаемся подбором земельных участков, обязательно будем учитывать мнения жителей Ульяновской области и, конечно же, в первую очередь работников, самих работников оборонно-промышленных предприятий. Спасибо вам за ответ. Вот так вот всесторонне развиваемся, несмотря ни на что. Я напомню, мы говорили о развитии промышленности в нашем регионе, смотрели, чем заканчивается 2023 год и как будет продолжаться год 2024. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами, а вам, дорогие зрители, спасибо за внимание. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова